По утрам ты ешь сорняки Афина, Афина, Афина И еще полкирпича А я думал, что 69 Поэтому, мама, спасибо Моя игра Мои правила Ты водишь Большинство участников играют вслепую, полагаясь только на свой кругозор Эрудицию и хорошую память Они объединены в команду Есть еще один участник, который играет в одиночку Его сила заключается в том, что он знает заявленную тему заранее А значит, у него была возможность подготовиться Несмотря на это, вопросы могут поставить в тупик даже подготовленного участника На чьей стороне удачи сегодня решит игра Присоединяйся к развлекательно-познавательной игре и проверь свой уровень знаний Ребята, привет! Привет! Какие вы активные, какие вы синхронные! Это значит, что игра сегодня будет суперэнергичной, суперзаряженной И я думаю, что каждый из вас выйдет сегодня победителем За игровым столом сегодня у нас Джокер Джокер Дарья, да? Виталий Королева И наши очаровательные гости Привет! Евгения! Расскажи немного о себе нашим слушателям Я специалист по недвижимости И более двухсот семей вместе со мной стали счастливыми обладателями своего жилья Далее должна быть какая-то реклама, когда писать, как купить однушку за миллион в Санкт-Петербурге Это было бы прекрасно, но, к сожалению, нет Как ты думаешь, пригодятся ли тебе в этой игре твои знания? Будем смотреть в процессе, как это все развернется А тема игры сегодня звучит таким образом Недвижимая движимость Царица наук Математика Физика Логика Сегодня вопросы будут про математику, про геометрию и про логику Все, до свидания, я пошел Кстати, моя преподавательница по физике в школе говорила, что математика — служанка физики Математика — царица всех наук, а физика — ее служанка А философия — прародительница вообще всех наук Каждый человек, который выбирает для себя науку, чтобы учиться, погружаться, стать преподавателем или научным работником Вот какую науку этот человек выбрал, такая наука и является для него царицей Трудовик такой — труды, царица всех наук, а трех пальцев нет, потому что так надо Не знаю, была ли математика любимым предметом у вас в школе, судя по всему, нет Да уж Но, похоже, у Пифагора была, да Первый вопрос В каком городе установлен памятник нулю? Это Афины, Будапешт, Прага или Вена? Памятник нулю — это кому-то конкретному Ну, не Афины, нет же Ну, Афины, там римские должны быть цифры Что за бред? Как раз-таки, мне кажется, в Афинах и может быть этот памятник Да почему? Там же не было нуля Ты вот в римской циферологии Так в математике используются как раз-таки греческие все буквы Альфа, бета А вы знаете, что ноль — это идеальное число? Идеальное по отношению к какому? А я думала, что восемь, потому что это перевернутый знак бесконечности А я думал, что шестьдесят девять В Вене я мечтала побывать, не побывала, в Праге была, в Будапеште не была, в Афинах, к сожалению, не была, всю жизнь мечтала, в детстве хотела стать археологом древней Греции Ноль в путешествиях, получается Ну почему-то, почему в Праге я была из этих четырех вариантов А, ну ладно Так что я единица Единичка Ну, мне почему-то кажется, что это Афина Хотя я бы Афина не могла в полной степени назвать европейским городом Но мне почему-то кажется, что если идет речь о математике, то к Афинам это ближе всего Знаешь, обычно говорили на математике, что чтобы мозг лучше думал, нужно сладкое что-то съесть Так, Прага ты предлагаешь Элеменские вафли Да, да, Прага, торт, Прага Да я в Праге не видела памятник нулю, я вот к чему Но ты была там? Была Вот В остальных местах не была А я была в Будапеште, и там тоже не видела памятник нулю Возможно, мы не по тем районам шлялись Возможно Ну, по Вене точно не ноль, поэтому, скорее всего, Прага Думаешь, что Прага? Я хочу Прагу, не знаю, думаешь Хочу Прагу Мы запускаем обратный отчет Ну, а почему Прагу-то? Объясни Ну, я же сказал уже, моя логика проста Сладкая математика, торт, Прага Ням-ням Гениально Афины нет, я не помню там нули Я помню только единицы, двойки, тройки римские А я вот еще приглядываюсь так к Будапешту Потому что я знаю, что составительница этих вопросов там была И могла вполне танцевать где-то рядом с памятником этому нулю Или оставить там сама памятник А подсказку можно? Подсказка в том, что в Праге я тоже была Ну ладно, давай Прагу возьмем тогда Давай Ну если это была не подсказка, Жас Это было продолжение твоей логики Типа, что мы были в одном городе, но в разных местах Мне просто захотелось рассказать, где я была Такой вариант тоже может быть Ну давай, открывай альбом На нашем канале в Телеграм вы увидите все эти фотки Мы обязательно скинем Ну что, Прагу выберем? Ваш ответ Прага Ну давай уже, ладно Ваш ответ Прага Ну, я попробую поразмышлять В Праге и в Будапеште я была Но, как правило, всегда такие довольно значимые памятники находятся на центральных улицах И их я там, по-моему, не видела Если выбирать из Афин и Вены А пусть будет Вена Ребят, хорошо, идем Счет 0-0 Поставили памятник нулю Камень нулевого километра Это трехметровая каменная скульптура в форме нуля Которая установлена в Будапеште И является точкой отсчета для определения расстояний из всех точек Венгрии до Будапешта Отлично Так что, если вы соберетесь в Будапешт, теперь вы это знаете Можете найти этот камень И нашим слушателям я тоже дала подсказку Что ты знала? Ты про Афины говорила Знала она Афины, Афины, Афины Я в Праге была, но это Афины Ребят, а теперь у меня для вас есть небольшой сюрприз Торт Прага А вот, казалось бы, наша игра началась как обычно Один вопрос, варианты ответов Но моя игра, мои правила, поэтому следующие вопросы все будут без вариантов ответов Нормально У нас второй вопрос Какая геометрическая фигура обозначается одной буквой? Вот это напряжение Одной буквой А, Б, В, Г, Д, Ж, З Пи? Ну, пи, я тоже подумала, что пи А, или прямоугольник Что там? Кто? Сама ты, сама ты прямоугольник А ты квадрат Обзывается тут сразу А какие фигуры есть геометрические? Вот, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник Подожди, а круг и шар? Нет, это разное Ну, что-то фигура, а что-то... Шар — это сфера Спасибо А круг — геометрическая фигура, по-моему, нет Но мне кажется, речь о квадрате Почему не треугольник? Потому что мне почему-то кажется, что это квадрат Какой буквой? Малиевича Буквой М Буквой М Или треугольник буквой П Почему треугольник буквой П? Ну, у девочек треугольник Ром? Время Подобные вопросы вгоняют в абсолютнейшую вообще... В ноль? В распредметрность В Будапешт вгоняют Овал Ну, давай Мы сегодня комики, что ли? Эрудиты, время давать ответ Да, Даша отвечает Почему я-то? Давайте, как в школе, у кого фамилия раньше идет по списку в журнале Виталий У меня? Да Овал Овал? Овал Обозначается? Буквой О Одной буквой Одной буквой О Ход переходит к Евгению Размышлений нет Я, как и обозначила изначально, геометрия, логика, самое слабое звено Вот если бы это была философия, то было бы немного лучше А вот это по философству Хорошо По философству Давайте подумаем, если отталкиваться от того, что Настасья нам сказала, разговор об этом уже заводился Возможно, это... Заводился? Заводился в нашей маленькой компании Да Именно разговор Ну допустим Сфера? Возможно, это сфера, но пусть это будет круг Михаил Круг И Сергей Овал Овал и Круг И оба эти ответа... Правильные Неправильные Это точка Геометрическая точка — это абстрактный объект, не имеющий никаких измеримых характеристик и частей Точку можно рассматривать как определенное место на плоскости или в пространстве Точка является единственной геометрической фигурой, не имеющей размеров и частей И обычно она обозначается одной буквой Например, точка А Из точки А в точку Б Так подождите, а про квадрат? А квадрат чем обозначается? Другими точками Какое максимальное количество граней может иметь новый шестигранный карандаш? Да что ж такое? Карандаш в студию! Там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там-там В вопросе есть подсказка Да, потому что новый, не заточенный, он круглый Как бы обрезанный по бокам Да, все правильно Ты молодец Окей, тут две подсказки Новый и шестигранный Я предлагаю Евгении в первую очередь дать свой ответ Какое максимальное количество граней может иметь новый шестигранный карандаш? Ребята, в целом рассуждали довольно верно, что если он новый, значит он Многогранный И что из этого следует, пока еще непонятно, но I don't know Так, ну мне кажется, это восемь Ну я тоже об этом подумал Тоже подумал? Да Ну давай ответим восемь, зачем мы будем мучиться? Ребята, почему восемь? Ну, шесть граней и две по бокам Да мы не математики просто, так сложилось Ну там еще ластик может быть с другой стороны Он уже не грань, он уже мягкий, он уже круг А мы про какой карандаш говорим? Дешевый или с резинкой стирательной? Женя, есть ли у тебя ответ? Какой жесткости карандаш? Это будет шестигранный карандаш Восемь Мне очень понравилось то, что зрение ребят Отлично, и мы наконец-таки открываем счет 1-1 Класс Шесть граней Шестигранный карандаш Я что-то знаю И если он не заточен, то по бокам у него еще две грани Класс Спасибо Я вас поздравляю Едем дальше На какой геометрической фигуре основана форма любой снежинки? Любая снежинка это круг В смысле? Квадратные же бывают снежинки? Многоугольник? Ты вырезал снежинки когда-нибудь из бумаги? Да Как там начинается это все дело? Я никогда сама не вырезала Ромб Сначала ромб, мне кажется Почему ромб? Каким образом? Ну вот у тебя лист бумаги А4, какой ромб? Я его сложил вот так вот много раз Квадратный Мы говорим не про бумажные снежинки Бумажные снежинки могут вас запутать Ну окей, тогда круг Опять Михаил? Я бы, наверное, предположила, что это может быть крестик Интересная версия Давай за круг топить сегодня Давайте фигура, фигура это аксель Морская фигуля Фигура? Фигуля На месте замри Круг Крог? Катись отсюда А круг это вообще фигура? Конечно А что это, по-твоему? Так я не знаю Что ты спрашиваешь такие вопросы? Тут один сложнее другого Эрудиты, ваш ответ? Да круг Эрудиты Ну круг, круг, да Ну у меня будет квадрат Круг и квадрат Именно эти геометрические фигуры, по вашему мнению, дают основу для формирования формы снежинки Но это неправильные ответы Ну конечно Любая снежинка это шестиугольник Как он еще называется гексагон Что любопытно, на шестиугольную форму снежинок особое внимание обратил немецкий астроном Иоганн Кеплер У него даже есть трактат о шестиугольных снежинках Который издавался в том числе на русском языке Еще в 17 веке Кеплер нашел примерное объяснение вот этому явлению Почему все снежинки так или иначе являются шестиугольником Я это точно читала когда-то Если бы я знала, что мне это когда-то пригодится в игре Ну вот теперь знаешь Ну да, шестиугольник Ну маловероятно, что где-то пригодится еще А вдруг? А мы переходим к следующему вопрос Кирпич весит 2 килограмма и еще полкирпича Сколько весит кирпич? Это самая сложная игра из всех игр Которые мы когда-либо играли Друзью, проще, вопросы задавали Я у него выигрывала часто у телека, кстати Он про сорняки как-то раз не ответил Я кричала ему в телевизор По утрам ты ешь сорняки С вареньем Похрюкивая Два килограмма и еще полкирпича Правильно? Соответственно Ничего не соответственно Соответственно три Но если один кирпич весит два килограмма Соответственно полкирпича это один килограмм Да нет, кирпич в целом весит два килограмма и полкирпича В смысле? Ну вопрос, что кирпич весит два килограмма и полкирпича Ну То есть получается Он весит три килограмма А почему не два с половиной? пациент мертв принимает 3 было бы наверное слишком просто за этим мне просто так нравится слушать ваши размышления какие есть версии давайте еще немного подумаем чуть-чуть давайте накидаем у нас всего две версии как выяснилось это 3 2 с половиной ничего не понимаю конкретный кирпич до 1 а он весит 2 килограмма и полкирпича ну в целом ну половина от этих двух это один килограмм мы прибавляем этот один килограмм к этим двум получается 3 килограмма кирпич сам по себе сколько-то весит вот он весит какую какой-то вот у него есть вес у кирпича вот 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 это вот вот полки раз я не правильно читаю вопрос я тебе уже несколько раз повторил его до сейчас должен быть файт просто кирпич весит 2 килограмма полкирпича то есть нам нужно знать сколько весит полноценный кирпич полный и вот эту вот половину этого полноценного кирпича прибавить к этим грёбаным двум килограммам то есть на сравнение с двумя неизвестными да да браво браво ребята пока эрудиты думают жень может быть есть какая-то версия ты же агент по недвижимости даже сколько весит кирпич приезжаешь на квартиру и такая вот кирпич сколько кирпичи разные вот вот настасьте какой кирпич смотри я могу переиначить вопрос квартира стоит 1 миллион и еще пол квартир это ложь это в строящемся жилье 4 да почему то потому евгения тогда кирпич весит 2 килограмма и еще пол кирпича хитро на самом деле виталий дал правильный ответ виталий ты посчитал или это было пальцем в небо я не скажу он пальцем посчитал попробуйте в вопросе заменить пол кирпича на половину кирпича тогда воспринимать информацию немного проще в целом у нас всегда две половины вы согласны в целом да как будто бы если мы знаем что одна половина это два килограмма то вторая половина будет также два килограмма и счет у нас 21 в пользу эрудитов следующий вопрос что есть у каждого слова растение и уравнение начало и конец вообще мне нравится что настасья называет эрудитом нас я теперь море маме говорит что я эрудит корень все отвечаем корень у растения у слова и у уравнения есть корень это правильный ответ корень а вы молодцы быстрый вопрос быстрый ответ действительно у каждого слова растения и уравнения есть корень и счет у нас становится 32 женя будет серия коротких вопросов здесь не нужно размышлять просто вопрос твой ответ давай попробуем что стоит сверху у дроби чёрточка сколько цифр в математике однако сколько градусов в развернутом угле 180 класс один балл зарабатываешь как называют результат сложения любовь счастье какое действие заменяет дробная черта деление отлично у тебя уже два балла как называют третью степень любого числа переход хода пожалуйста 8 умножить на 9 отлично на этом наша математический блиц заканчивается ажень заработала два балла и таким образом немного обошла эрудитов ничего себе это вот так вот мы старались я тут кирпичи резал она вот так дела женья у тебя есть почетная миссия выбрать того кто будет вести следующую игру настать спасибо тебе огромное за вопросы это будешь ты на самом деле эта игра посвящена моей маме потому что моя мама преподаватель математики и в том числе благодаря ее помощи появились на свет в том числе некоторые и я и некоторые вопросы которые были сегодня поэтому мама спасибо ребят ну а со всеми следующую игру через получать следующую попрошу свою маму сделать вопросы по истории а я свою по кулинарии это будет битва маму подкасты инспирит студио